Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Особенно это актуально для натуральных ингредиентов и для мускусов, в том числе синтетических. Они прям очень сильно меняются под воздействием кожного сала, которое, естественно, вырабатывается на любом месте, даже когда вы брызнули парфюм. Нам тут сразу спрашивают в трансляции, чем пахнет Тимофей. Уже говорил в трансляции, давайте еще раз. Да, Марина у меня уже спросила. Марина. Марина может ответить за меня. Пахнете вы прекрасно. Не могу расслышать эту ноту. Что это такое основное? Moon, Carnival, Вильгелем, Парфюмери. Я, кстати, хотел сегодня на себя пшикнуть тот же самый аромат, с которым я был в прошлый раз, но подумал, что зрителям, наверное, будет интересно что-то новое узнать. А что сегодня в пирамидке, кстати? Хороший вопрос, но то, наверное, цитрусы. Я, честно, даже не смотрел и разобрать не могу. Много цветов. Нироли, жасмин. Какие-то белые цветы. У меня как раз период вдруг влюбленности в белые цветы настал. До этого момента. Я любитель такой пачули. Я люблю вот все вот это замшевый подвал. Вот это вот как раз мышистость. Это прям... Даст. Ну, собственно, напомню, как называется мой бренд. Это петрикор. Это запах земли после дождя. Это вот как раз вот эта вот пыльная, влажная, земляная история. И это тот аромат, который я создал, наверное, на пике своей карьеры. Когда у меня получится создать вот этот запах мокрого асфальта, так скажем, я буду считать себя состоявшимся парфюмером. Можно будет куда-то в другую сторону уходить. Вот нам тут прислали сообщение, конечно, smells like teen spirit. Мы не будем вас спрашивать, как же пахнет, собственно говоря, юношеский дух. Но меня это навезло на мысль. А может быть нам, так сказать, поставить эту композицию прямо перед бизнес-новостями, скажем, в 26 лет. Вы, Андрей, мне в глаза смотрите, я найду пока что. Найдешь? Ну как же, нет, я обсуждаю просто. Как раз вполне себе подойдет. Если не сложно, Мария, спасибо тебе большое. Пока Мария ищи, да, мы пока все-таки к истории парфюмерии вернемся, да. Сегодня же в основном про это хотели поговорить. Да, думал, что зрителям будет интересно узнать, слушателям, как вообще началось. С чего вообще все началось? Давайте так. Ну, мы не можем об этом сейчас точно сказать. Во-первых, потому что мы не расшифровали клинопись в Месопотамии. А во-вторых, потому что мы никогда не узнаем, кто же все-таки первый начал. Египтяне или месопотамцы. Но египтяне уже пользовались чем-то таким, да, парфюмерным? Точно пользовались. И вот именно в Египте и именно в Месопотамии началось разделение парфюмерии на две большие категории. Это храмовая в первую очередь, а во вторую очередь это народная. То есть, ну, понятно, храмовая это какие-то благовония, которые использовались в ритуальных целях. И это было очень обширное применение парфюмерии в то время. А народная это люди, которые использовали какие-то ароматические вещества для ароматизации всего в своем доме. Вот правда всего. По-моему, мы в прошлый раз тоже с вами об этом говорили, что древние греки, у египтян это переняв, брызгали просто везде. Они ароматическими маслами себе простыни, постельное белье, там, горшки в домах, стены, полы, все что угодно. Себя, соответственно. Себя маслами только так обмазывали, собственно, вот греческие бани. Чем и популярны были тем, что мужчины тогда приходили, их там лавровым маслом вот так вот мазали. И так даже масло как добывали. Сейчас его делают рафинированным, оно поэтому не так сильно пахнет. А если вы, например, покупали для готовки нерафинированное, чистое, девственное, кокосовое или оливковое масло, но имеет прям специфический запах того растения, из которого оно было получено. Да, именно так. Не страдали они тогда аллергии, конечно же, на все эти масла, в отличие от современных. Да, 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 да. Это, знаете, как с ментальным здоровьем. Начинаешь об этом говорить, и больше этого появляется. То есть мы можем сказать, что вот само желание разработать новый аромат пошло от желания, простите за тавтологию, пространства вокруг себя как-то ароматизировать, либо же от, опять же, слова желания самого человека пахнуть лучше. То есть когда человек понял, что вот набрызгивать на себя, и что было раньше, брызгать себя или брызгать вот окружение на стены, вот это все? Очень хороший вопрос, и я, наверное, не смогу на него ответить. Но есть очень важное замечание здесь, что появилось раньше, брызгать на себя или брызгать в пространство. Наверное, нужен вопрос, а для чего вообще это делали? Конечно. Люди очень-очень рано поняли, что аромат, тот, который они ощущают вокруг себя, очень сильно влияет на их эмоциональное состояние, на их настроение. И, собственно, для этого они начали использовать ароматизацию. Но так как какая-то связь с научной точки зрения, тогда они не могли понять, так, ну, наверное, наше обонятельное восприятие, оно очень близко к нашей лимбической системе в мозге, которая отвечает за эмоции. Поэтому мы как бы так сильно связаны, запахи и наши воспоминания и так далее, в том числе потому, что лимбическая система отвечает за память. Они думали, так, наше настроение меняется, значит, боги действуют через ароматы. Собственно, что такое парфюм? С латинского это значит «через дым». Ну, из чего можно понять, что раньше парфюм использовали в первую очередь там в качестве ритуальной какие-то штуки, то есть они разжигали благовония там везде и повсюду. И, собственно, таким образом проводили какие-то свои ритуалы. А если мы говорим о практической стороне дела? Ну, как известно, с банями не у всех было хорошо в древние времена, и просто хотелось, ну, что-то попшикать, чтобы меньше пахнуть, чем до бани, скажем так. Практически королизм, как вспоминается. Да, тут бегаем с вами с времени на время. Я бы вообще с вами поспорил по этому поводу. Ну, я просто подбрасываю, как вариант. Да-да-да, спасибо. А еще практическая цель. Это, кстати, хорошее замечание, потому что очень многих есть такое представление о том, что не мылись раньше. Вот, в частности, в Европе, там, во Франции. В средние века, особенно. Да-да-да. Ну, не то, чтобы не мылись, но были проблемы с горячей водой, так сказать, с доступом. С водопроводом. Нет, там, в средние века это же еще связано и с христианством, которое тогда буйствовало слегка, и вроде как даже говорили, что это срам мыться часто. Подожди, один из известных, да, Георг какой-то король, который вообще никогда не мылся. Да, он там два раза в жизни, по-моему, мылся. Он мылся там что-то один раз в год, по-моему, по каким-то там большим праздникам, а все остальное время... Сказал, какой ужас, я больше вообще этого не... Так он заливал себя по архумире, чтобы отбить вот этот вот неприятный запах. От тела своего. Да, конечно. Ну, вообще, если ты не будешь мыться, там, пару лет, в какой-то момент у тебя перестанет пахнуть. По крайней мере, для всех, кто не моется так же два года. Как-то таких все-таки меньшинствует. Думаю, думаю, да. Но есть такое... Вообще, две вехи развития парфюмерии именно в европейском мире. Вот христианство, да, в начале, в самом, там, первый, второй, третий век, они признали все духи и все парфюмы не от Бога. Хотя это очень странно. Давайте вспомним, какие дары, я просто сам верующий человек, какие дары принесли Иисусу Христу. Там было золото, ладан и смирно. Смирно — это мирра. Это два из трех дара были ароматическими маслами. Как бы что тут говорить, парфюмерия не от Христа. Ну, это бред, конечно, полнейший был тогда. И потом, в XIV веке, ну, в конце XIII, наверное, появилась теория миазмов некоторая. Что она гласила? Что любые болезни, они придаются через какие-то мельчайшие частицы, которые витают в воздухе или в воде. И, соответственно, от воды можно заразиться. Поэтому люди винцы перестали. Но они не перестали быть от этого чистоплотными. Они просто часто стирали свою одежду, например. Часто меняли свои парики. Ну, естественно, пользовались парфюмом, потому что они понимали, что от них неприятно пахнет. Просто они боялись. Ну, в мере того, что там была чума тогда, активно-активно вырезала все население. Как бы люди просто боялись заразиться этим. Они не знали, как от этого лечиться. Ну, смотрите, там еще пишут трансляции. Духи являются еще и отличным архисептиком. В старые времена богатые люди меньше болели именно, видимо, по этой причине. Ну, любой спирт является хорошим архисептиком. Ну, да, непонятно только, когда, ну, там, спирт появился. Первые спиртовые духи — это XIII век. Это вода Венгерской королевы. Это такой прообраз современного одеколона. Это вода была из розмарина, из... Вот, кстати, в Грасе, мне кажется, если я не ошибаюсь, хранится до сих пор образец этой воды Венгерской королевы. И легенда гласит, что 75-летняя королева, попробовав этот аромат, перестала болеть. И вот он как раз первый в Европе аромат был на спирту. А до этого использовали в основе, ну, обычную воду и ароматические масла прежде всего? Ну, воду сложно было использовать, потому что эфирные масла с водой не смешиваются. Вот если вы попробуете с ней накапать, да, обычно вот в ароматических, в аромалампах это используют. Там вода начинает испаряться, и масло как бы сверху плавает, от нагрева тоже испаряется быстрее. Ну, вообще базовые масла использовали. До сих пор вот арабские масляные духи очень популярны. А что там в основе? Обычное масло? Да, ну, чаще всего масло ЖЖБА, потому что оно самое такое безвредное. Раньше, наверное, активно использовали лавровое масло, оливковое масло. Но тут хочется сказать, что в разном климате запах раскрывается по-разному. И арабская парфюмерия, вот это богато на сладости, на масла, потому что в жаре это всё цветёт совсем по-другому, чем, например, в России. Ну, я согласен, но мне кажется, что в жаре как раз-таки не нужны такие плотные ароматы. Сладкие, да. Я могу сказать, лучше что-нибудь воздушное, лёгкое, прохладное. Ситрусовое, да, да, такое свежее. А я, кстати, заметила, что в пустыне сладкая база звучит очень хорошо. Не так приторно, как это бывает у нас, вот удушающе, да. А там какое-то, правда, раскрытие. И вот эта сладость, тяготение к востоку, к сладости, оно имеет смысл в этом климате, правда? Я думаю, что вы правы, да, что климат очень сильно влиял на восприятие парфюмерии. Потому что в Европе как раз-таки любили больше такие цветочные, древесные композиции. А вот такие удалы... И давайте, наверное, сразу поясним, что такое уд. Уд — это агаровое дерево, которое было заражено специальной бактерией, там, намеренно человеком или по природе, как бы это не так принципиально. Главное, чтобы оно вот болело этой болезнью своей не менее 20-30 лет. Только после этого его срубают и получают из него удовое масло. Запах очень сильно меняется. Аромат как раз вот приобретает вот эту вот приторную сладость, которую так любят арабские мастера из древности. А если мы сейчас вернёмся, вот как мы начали с истории, да, вот, допустим, у нас первое — это там египтяне, потом греки, ну, Римская империя, соответственно, наверное, так же примерно, да, как и греки, я понимаю. Дальше, допустим, мы перепрыгиваем на Средневековье. Вот какие дальше шаги были в истории парфюмерии? Вот, собственно, сказали о христианстве, которое запретило духи, сказала. Потом с развитием науки они, конечно же, поняли Библию. Ну, церковь отказалась от этой идеи. И в 12 веке люди в Европе научились снова, начали снова пользоваться духами. Также важно сказать, в 9, в конце 8 века Ибн Сена, которого мы с вами называем Авиценным, да, он изобрёл паровую дистилляцию. И вообще написал книгу «Паровая дистилляция эфирных масел», что, конечно же, просто безумно был прорыв. До сих пор эфирные масла мы получаем этим методом, и мы не изобрели ничего более такого специфического и современного. Раньше как делали? Египтяне, там, греки, ну, греки более продвинуты, а египтяне как бы менее продвинуты. Они брали какие-то цветы, например, розы и лепестки, и перемалывали их в порошок. Потом нагревали их вместе с маслом и отжимали. Таким образом они какое-то остаточное количество эфирного масла получали вот в этом базовом масле, на фоне которого они это сделали. Греки сделали умнее. Они перемешивали эти лепестки с водой, также отжимали, а потом воду выпаривали. И вода испарялась, а эфирные масла, так как они немного плотнее, оставались на поверхности. Получали концентрат. Да, и вода у них, ну, вот эта вот парфюмированная, получала более концентрированная. Во-первых, во-вторых, они смогли сверху просто зачерпнуть это эфирное масло и там налить его в отдельную баночку без воды. — Марий, как там у нас с запахом молодежи? — Неплохо, неплохо, Андрей. Сейчас послушаем запах молодежи и вернемся в выходной суде. — И потом послушаем бизнес-новости. И если у вас, уважаемые наши слушатели, есть какие-то вопросы к Тимофею Федосову, пилоту, парфюмеру, который у нас сегодня в гостях, в суде «Серебряного дождя», то, пожалуйста, плюс 7903-797-6333. Те, которые уже пришли на наш СССР, мы тоже обязательно Тимофею... — Прочитаем, конечно. — Да, обязательно прочтем. Ну и отдельно Семену. Слушайте, ну за что благодарность? Это вам спасибо, Семен. Вы нам помогаете в том числе правильно вести эфир. — По поводу тимспирита. Просто напомню, что это был дезодорант, которым пользовался Курт Кобейн, и его подруга как-то подметила. «Smells like teen spirit» — ты пахнешь вот этим тимспиритом. Но здесь, конечно, метафора, она отработана по поводу и программе. — Интересно. И проводим мы его сегодня, поскольку пятница не только вкусно, но и... Да нет, тоже вкусно в плане запаха, благодаря Тимофею Федосову, пилоту-парфюмеру, который сегодня у нас в студии. Все ваши вопросы категорически приветствуются на плюс 7903-797-6333. Но, может быть, тогда с вопросов, если позволить, Тимофей, есть, так сказать, вопросы кое-какие к вам? — Конечно, да. — Давайте. Ну, вот, во-первых, какой аромат вы можете посоветовать для брутального мужчины? — Ну, это будет, в первую очередь, с моими ассоциациями какими-то наверняка связано. — Ну, конечно. — Мне очень нравится линейка «Айзенберг». Вот это супер ароматы. Они вот прям... Они такие и сладкие, и древесные, и в меру. Они вот пахнут мужчиной таким. — В хорошем смысле слова. — В хорошем смысле слова. — Кстати, они еще и демократичные по цене. — В отличие от нишевой парфюмерии, «Айзенберг» как раз да. — Там, типа, 100 миллилитров можно сейчас вполне дешевле, по-моему, чем за 10 тысяч рублей купить, что редкость для... — Что это, типа, 7 тысяч рублей. — Для сегодняшнего дня, да? — Да, да, да. — Слушай, но парфюмы сейчас вообще жутко подорожали. Я когда захожу в парфюмерный магазин... — Ой, не говори, Андрей, это какая-то боль просто. — Это жесть. И самое страшное, и это вот большая даже проблема, ты никогда не знаешь, вот этот флакончик там стоит там 10-12 тысяч, но ты никогда не уверен в том, что он действительно оригинальный. — Андрей, но есть ещё другая проблема, у нас многие марки завершили завозы, и остатки раскрутаны... — Параллельный импорт какой-нибудь сейчас. — А другой истории нет, а параллельный импорт стоит дороже, вот и всё. — Ну, параллельным импортом завозят всё равно достаточно много парфюмов, слава богу, просто что хотя бы есть такая возможность у нас ещё купить. Но, кстати, есть нишевая парфюмерия, очень крутая, называется бренд Essential Parfums, которую я всем рекомендую попробовать. Что они сделали? Они наняли себе очень известных парфюмеров, Калис Беккер, например, которая создавала Жадор для Диор и других классных чуваков, и они сделали свои ароматы, и они произвели с ними. Стоит 100 миллилитров 8 тысяч рублей. — Это меняемо по нынешнему времени? — Да, и это ниша, и это, правда, очень крутые мастера. — Стоит аромат? — Довольно, да. Довольно. Ну вот, допустим, я попробовал Boys Imperial на своём запястье и уехал в другой город, и ещё пару дней я его ощущал, что вообще-то редкость, на самом деле, пару дней ощущать на запястье аромат. — Тимофей, а есть ли какая-то альтернатива вот супердешёвая? Вот у нас же часто бывает, говорят, ну вот эти вот прям совсем дешёвый парфюм как-то стрёмно вообще покупать. — Я не согласен. Я считаю, что парфюм за 2 тысячи рублей и парфюм за 10 тысяч рублей оба имеют право стоять на полке. Я вот, кстати, недавно мне мой креативный директор посоветовал такую идею сделать, видео снять в запрещенную соцсеть с обзором ароматов из подружки или из «Магнит Косметикс», там вот, например, за 2 тысячи рублей, что-то такое. — Сложно сказать, Тимофей, а вот я пробую за 2 тысячи, и это совсем не то. И держится не так, и раскрывается не так. Поэтому мне кажется, что разница очевидна. Другое дело, если мы говорим о сертифицированной продукции, что, как Андрей-то говорил, это... — Селективы называются. Вот любая... Селектив у нас в России это почему-то называют, типа, какое-то эфемерное, великое, очень дорогое. А селектив — это то, что можно купить в любом парфюмерном магазине. — Ну, селективы — ниша. Это, в принципе, одно и то же же, правильно? — Нет, не совсем. Селектив — это парфюмерия, у которой есть сертификация. То есть это просто любой, правда, парфюм, вот... — На по сути, это масс-маркет. — Масс-маркет — это вот как раз то, что мы можем купить в Ашане, например, или вот в подружке. Это то, что не очень дорогое и пользуется прям большой-большой популяр... ну, не популярностью, а любой человек может это себе позволить. Селектив — это вот мы приходим, например, там в «Золотое яблоко», и там любой аромат — это селектив. Ниша — это такой бренд, который занимается исключительно парфюмерией. Вот «Килен», например, или «Лилабо», или «Джо Малон» — это нишевые бренды. Есть «Люкс». «Люкс» — это вот стандартные линейки брендов типа «Диор «Саваж», «Диор», там «Жадор», «Шанель» — «Платино-могоист», о чем Андрей говорил там пару минут назад. Вот это все «Люкс». Есть «Бутиковый» «Люкс», это немного подороже. Например, у «Диор» есть линейка «Диор Приви». Мои самые любимые ароматы в мире. Правда, там вся коллекция, она ну просто... Вот я вам советую, рекомендую попробовать. Они сейчас в России только в ГУМе продаются. 10 миллилитров, по-моему, 15 тысяч рублей стоит. Ой, 30 миллилитров 15 тысяч рублей стоит. Но они, правда, стоят своих денег. И у меня вот 30 миллилитров ушло за два года. Я им достаточно редко пользовался. К сожалению, надо сейчас заново приобрести. У меня был «Уд Роузвуд». А «Том Форд», допустим, как это? Вот «Том Форд» — это все-таки, наверное, ну что-то «Бутиковый» «Люкс». Вот такой «Люкс». Потому что, да, оно по цене достаточно кусается сильно. Но так как «Том Форд» не занимается исключительно парфюмерии, нишей его назвать нельзя. Смотрите, давайте на вопрос. Ответим, какой ваш любимый мужской аромат из 90-х? И вообще, согласны ли вы с тем, что парфюмерная инженерия достигла своего апогея в середине 90-х, а потом пошли постоянно расширяющиеся запреты на использование ингредиентов? Не знаю про аромат 90-х. Могу упомянуть о деколон Саши, может быть. Русский лес, скажем. Потому что он стоял у моих бабушки и дедушки. А я родился вообще в 2001 году, так что особо не могу прокомментировать. Но по поводу того, что пошел постоянный запрет на использование ингредиентов, я с этим не согласен. Просто очень сильно пошла забота о клиенте. Синтетические ингредиенты начали очень сильно проверять на аллергенность. И если хотя бы минимально, именно по синтетике, да, если хотя бы минимальная какая-то реакция была, то сразу это снимали с производства. Но я думаю, что сейчас достаточно сильная сфера к этому адаптировалась. У нас все равно есть огромное количество ингредиентов, которые мы можем продолжать использовать, в том числе и те, которые синтезировали в начале 20-го века или в середине 20-го века, и которые остаются любимыми у многих парфюмеров. Ну вот интересно, 90-е годы была в тренде океаническая такая парфюмерия, потому что кинзо ее, можно сказать, мило открыла. Ну, кинзо отличнее. Лопард кинзо, это пахло. Затем океанические ноты, они ушли. И сейчас, на мой взгляд, пришло время такой сладости, потому что сладости хорошо продаются. Если посмотреть люксы, там очень-очень много сладкого. Ну, прям вот запру до сладкого. Если говорить о трендах в парфюмерии, то куда сейчас движется все? Это вот, кстати, моя аспирантская работа будет, надеюсь, если меня возьмут на аспирантуру, как раз-таки о трендах в парфюмерии, как они меняются и как их правильно анализировать. Не могу сейчас точно сказать, потому что я вообще живу в другом мире, и для меня сейчас тренд на древесные, необычные ароматы. Но по поводу сладости я с вами согласен, просто потому что я смотрю на людей, и мне кажется, этот русский человек узнал, что такое ут. Уд, а Уд его уводит в сладость очень часто. То есть, ну, типа, почему-то, у парфюмеров это любимая история, Уд сладкий. И я считаю, что он не должен быть сладкий, потому что он больше раскрывается. Как раз в истории такой более тяжелой, какой-то вот пыльной такой, травянистой, может быть. Но, тем не менее, вот та же самая Бакара. Удовая сладкая композиция. Бакара — это такая штука, которую действительно очень любят в России. Она окутывает вас плотным облаком, и в этом шарике вы продвигаетесь. Но я даже не Уд имела в виду, скорее ваниль вот эта история, шоколада, да, то есть такой розовый маркетинг. Ты видишь розовую баночку и понимаешь, что она будет сладкой. Или, кстати, например, бренд Зелинский, который тоже очень популярен в России. Мне тоже кажется, что у него очень много сладких ароматов. То есть вот таких прям древесных мужских композиций. Ну, я считаю, что мужская композиция любая, потому что сам Мисс Диор ношу регулярно. Один из моих тоже любимых ароматов. Ну, вот Зелинский, они очень сладкие. Все действительно там что 717, что там новый Apple Lotus, что Black Paper, который на Патриарших прудах, наверное, самый частый слышимый аромат сейчас. Вот так. Мне пишут, что я не слышу вашу Тимофея и реагирую на цену. А мне же человек говорит, что за 2000 тоже хорошо пахнет. Мне, например, очень нравится Киллиан линейка. Много чего, что нравится. Но, к несчастью... Ну, это не 2000. Но, к несчастью, ну, ничего не могу поделать. Ну, я хочу Киллиан. Давайте, пусть будет как Киллиан, но за 2000. Я очень этого хочу. Смотри, ну, маленький, сегодня по 5, ну, больший. Я не вижу, правда. Ну, вот там мне хорошо и нравится. И не потому, что это цена, черт подери. Ну, попробуйте Essential Perfumes. Мне кажется, что-то похожее на Киллиан вы там точно найдете. Вот, в частности, Дивайн Ваниль. Он такой пряно-сладкий. Вы меня уже отпугнули. Дивайн Ваниль, словом. Ну, посмотри. Смотри, как легко тебя отпугнуть. Он, конечно... Особенно запахом. Да, да. Мне это тоже такая история непонятная, но домой как-то мне принесли это мыло с Дивайн Ваниль. И я такой... Я очень долго его даже не открывал. Он как-то стоял на полке у меня полгода, потом все мыло закончилось. И я подумал, ну, ладно, пришло твое время. И я его очень сильно полюбил, потому что я считаю, что в аромат все-таки нужно вслушаться в течение нескольких дней. И поэтому я рекомендую, например, особенно если это дорогие какие-то парфюмы, все-таки приобрести себе там миниатюру 10 миллилитров или купить распив 5... Разносить. И да, потому что он может... Вы можете его либо возненавидеть, либо влюбиться так, что вы никакие деньги на него не пожалеете. Напомню, у нас в гостях Тимофей Федосов спрашивает. Тимофей, у вас есть телеграм-канал как-то? У меня есть телеграм-канал. Мы там рассказываем про то, как мы строим свой парфюмерный бренд. Как он называется? Он называется PTRCHR. PTRCHR. Вы можете найти его через мою запрещенную соцсеть. Я сегодня там выложу ссылку. Мою запрещенную соцсеть найти легко, просто в запрещенной соцсети вбиваете пилот-парфюмер. И, кстати, хочу сразу небольшую рекламу сделать. Очень много людей меня спрашивают, как подобрать себе парфюм правильно. Да, это частый вопрос. И в понедельник я выложу себе в запрещенную соцсеть свой первый продукт, бесплатный, абсолютно. Это будет чек-лист, как правильно подбирать себе аромат. А давайте-ка мы сейчас такой чек-листим. Хотя бы чуть-чуть. А вот можно ли вообще, в принципе, говорить о том, что правильно подобрать аромат? Это как? Мне кажется, что ты подбираешь то, что тебе нравится, или то, что соответствует твоему настроению. Ну, в общем, да. Или одежда, я не знаю. Ну да, или в целом... Времени года. Или есть какие-то другие критерии, по которым нужно... Безусловно, но вот есть как бы такой вопрос небольшое целеполагание. Для чего нам этот аромат нужен? То есть, ну, мы просто его купили, мы просто носим его каждый день. Это один вопрос. Это такое массовое потребление. В целом, это тоже прикольно. Если вам это нравится, все супер. Но есть вопрос более осознанного подхода к аромату. Это то, что мы обсуждали с вами, что есть парфюмы на лето, есть парфюмы на зиму, есть парфюмы на осень, есть парфюмы на весну. А еще на вечер и на день. Вот, есть парфюм на вечер, на день и на утро. То есть, мы же в офис не придем мучить всех вокруг нас своим Бакарой или Жадором. Можно это сделать, но вопрос тогда, как правильно его нанести, так, чтобы все не умерли вокруг. Да, вот, вы знаете, Тимофей, можно тогда второй ваш продукт будет заключаться в том, как правильно нанести, чтобы не все мучились вокруг. А, потом у меня есть видео. Вот, замечательно. В том числе, какие ароматы лучше носить в офисе. Вот тут, кстати, Ната спрашивает, можно ли найти замену Диор Фаренгейт? Нет, не он единственный в своем роде, да. Вот Андрей, моя тезка из Москвы. Моя жена очень любит Миллер Харрис. Ароматы кедр и ветивер. Можно, можете посоветовать что-нибудь подобное? Шапарт кедр малаки. Он, кстати, это не очень дорого стоит. Это 100 миллилитров 8 тысяч рублей, ну, в рамках современных ценообразований. И это просто самый прекрасный кедровый аромат, который я слышал в своей жизни. А интересно, изменилась ли парфюмерия пост-ковида? Потому что у многих случились какие-то искажения по запаху. Отреагировала ли как-то на это парфюмерная промышленность? Давайте после рекламы. Давайте. Напомню, у нас в гостях Тимофей Федосов. И, Тимофей, прежде всего, куча вопросов, чем заменить один парфюм и другой, но почти другое смс-сообщение. Спасибо большое человеческое за подарок, который наши слушатели выиграли в прошлый раз. Свечаем Слипи просто новая любовь теперь стала. Она обожает Ламанду и Вити. Так что вам большое человеческое спасибо от наших... Я очень рад. Мне всегда безумно приятно. А получать... Тимофей, мы говорили про ковид. Как раз изменились ли как-то ковиды в парфюмерии в связи с ковидом? Я вот не почувствовал именно изменение такого трендового и в плане потребительских свойств. То есть непосредственно, что как-то начали перестраивать. Ну, например, парфюмы стали жёстче и больше пахнуть, потому что запах у людей стал послабее. Ну вот, кстати, я бы сказал, что Лилабо в России именно начали набирать популярность. А в чём их прикол? Они изобретают ароматы, которые не похожи ни на что. Они очень необычные. И, наверное, с первого прослушивания тебе кажется, так, это что-то странное, мне это не нравится. А потом, через три дня, ты такой идёшь и такой, так, а почему я хочу послушать это ещё раз? Мне кажется, что не произошло изменений с точки зрения вот непосредственно потребительских свойств парфюмерии. Произошли сильные достаточно изменения с точки зрения цепочки поставок и маркетинга. Маркетинг начал больше переходить в соцсети, даже если там люксовые бренды до этого прям очень-очень старались на классическом маркетинге всё вывести, делать билборды, бла-бла-бла. А теперь они делают диджитал-проекты, 3D-штуки всякие перед себе в соцсети. Вот. С этой точки зрения поменялось, правда, очень сильно. Есть вопрос от Геннадия, нашего слушателя. Почему нынешнее переиздание парфюмов отличается от первоначальных? Например, джентльмен Баджи Ванши пробовал новый вариант, так он просто рядом не стоял с тем, который я купил много лет назад в Штатах. Может, это страновая разница попросту? Скорее всего, нет. Формула одна и та же. Вот бывает, что какие-то ингредиенты перестают производить. То есть там в мере того, что в них находят канцерогенность или аллергенность, их запрещают к производству или меняют какие-то регламенты по поводу того, в какой пропорции они могут находиться. Тогда у компаний и у парфюмеров стоит задача этот аромат переделать. Чаще всего не получается его сделать таким же, особенно если вы там 30 лет назад, например, покупали этот джентльмен в Штатах и сейчас купили новый джентльмен в России, и там уже три раза, наверное, эта формула поменялась. А мы можем говорить, что сейчас чаще используют какие-то искусственные ингредиенты, искусственно там выведенные какие-то ароматы? Или всё-таки натуралкость всё равно превалирует? Я бы сказал, синтетика превалирует уже довольно давно, она просто удобнее в пользовании. То есть, ну, с натуральными в чём сложность? Вот для меня, как для парфюмера. Немного, не всегда я могу угадать результат. Просто потому что там в эфирном масле от 100 до 150 различных микроэлементов. Там аминокислот, витаминов, бла-бла-бла. И в каких-то, может быть, меньше, в каких-то больше я их смешиваю, и какие-то ингредиенты, которые я совершенно не ожидал, что выйдут наверх, они выходят наверх. Собственно, в чём мастерство парфюмера заключается? Никогда сырьё управлять тобой. Никогда ты смешиваешь, и что получится, то получится. А когда у тебя есть чёткое техзадание, у тебя есть атмосфера, которую ты хочешь передать, и ты её передаёшь. С синтетикой проще работать, потому что ты всегда знаешь, что я смешаю розу и томат, и у меня получится роза с томатом. Тимофей, планируете ли вы создать аромат про радио? Мы в прошлый раз спрашивали, Тимофей, у нас была такая идея. Сребряный дождь, надо какой-то аромат, или хотя бы ароматизатор для нашей студии, я не знаю, какой фирменный запах. Но у нас когда-то была коллаборация. Сильвей Рейн, Ла Паре Ри, мы делали. А да, Сля Паре Ри. Это были мы, да. Это было у нас такое. А как бы вы описали, вот если бы вас попросили описать аромат серебряного дождя? Я бы сказал, что он вот с пыльной деталью такой. С пыльной? С большой пыльной деталью. Она такая даже пудровая, я бы сказал. Пудровая, мужская. Кожа, водянистость такая морская и соль. Отлично. Мне кажется, что-то в этом есть. Мне кажется, что-то в этом есть. Отлично. Так, ну что же. К следующему эфиру постараюсь. Давайте к следующему эфиру. Запомню, соберу эту композицию и принесу вам диффузор. Да, а мы будем ждать. Нам будет интересно просто даже, хотел сказать, понюхать неправильно. Послушать. Послушать этот аромат, да. Мы не сможем, мы же не успеем дать, конечно же, парочку советов про женскую парфюмерию. Как-нибудь сможем ответить на все ваши вопросы. Чем заменить Ком де Гарсон, Эоди Саваж, Бонки Букет. Если он к нам придет, и когда-то мы на все эти вопросы ответим. Но вы можете всегда написать мне запрещенную соцсеть в директ. Я очень много отвечаю на вопросы и, скорее всего, отвечу на ваш тоже. Большое человеческое спасибо мы скажем пилоту парфюмеру Тимофею Федосову. Тимофей, удачи вам. Особенно, кстати, в поступлении дальше, чтобы вы дальше, так сказать, поехали в Град. Это замечательный город, где можно, где парфюмер точно для себя сделает огромное количество открытий. Встречайте Виктора Кирилловича Набутова и погружение в цифровой океан традиционно по пятницам. Сегодня тема «Как у нас с кадрами в IT?». Буквально через несколько минут у него в гостях Юлия Горячихина, директор направления кадров по цифровой экономике, автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Таня Котина. Андрей Осипов. Встретимся сегодня на Теплофесте. До вечера, друзья. Счастливо.